МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости. В студии Олеся Айкинфеева. Сегодня главная тема выпуска. 375 лет на службе. Накануне Дня пожарной охраны отметили лучших сотрудников. Эстафета на ловкость и знания. Военно-спортивную игру «Зарница» провели в филиале военной академии РВСН. Субботник в самом разгаре. К уборке присоединились сотрудники предприятий. 30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. В этом году службе исполняется 375 лет. Сегодня огнеборцы нашего городского округа принимали поздравления с профессиональным праздником во Дворце Торжеств Центральной. Они ежедневно борются со стихией, усмиряют огонь и спасают жизни. В пожарные идут по велению сердца. Сегодня тех, кто рискует собой каждый день, поздравляют в торжественной обстановке. Хочется сказать вам слова истынной благодарности о том, что вы всегда на посту, летом, в жару, в зной, в холод, в праздники, в выходные. Всегда стоите на охране жизни и здоровья граждан. Готовы их спасти в любую минуту. Спасибо вам большое за ваш труд. Всех с праздником. Лучшим специалистам вручают нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарственные письма Главного управления МЧС России по Московской области, а также от имени глав Серпухова и Чехова и от советов депутатов этих двух городских округов. Ежедневно мы реагируем на те события, которые происходят как на территории Серпухова, так и на территории Чехова. На память приходят у меня события 2 августа 2023 года, когда мы тушили и двухподъездный дом на улице Московской, 48Б, где 16 квартир осталось, так сказать, людей, остались без крови, то есть был такой серьёзный пожар. Совсем недавние события 1 марта, это то же самое, на Чернышевске, 33 года произошёл взрыв металлогаза. И, в принципе, мы с нашими задачами справились, всё это было назидно, потому что у нас чётко налажено взаимодействие с другими органами исполнительной власти, налажено взаимоотношение с администрацией нашего городского округа. Самых отважных и смелых отметили наградами. Медаль за грамотные действия при тушении пожара в многоквартирном доме на Московском шоссе в августе 2023 года вручили Артёму Елагину. Артём прибыл первый, он завел дежурный караул, определил решающее направление, и это способствует тому, чтобы были эвакуированы, в том числе, прежде всего, дети и жители этого дома. Спасибо вам большое. Горел двухэтажный дом, второй этаж был объят пламенем, ну и людям не было возможности эвакуироваться самостоятельно, пришлось их эвакуировать из окна. В нашей работе самое главное, что холодная голова и профессиональные навыки. Работа в экстремальных условиях, умение быстро принимать решения, качества которыми обладают огнеборцы. Пожарные – это призвание прежде всего, потому что работать в профессии, которая тебе не нравится, которая тебе не подходит, человек просто долгое время не сможет. Поэтому случайных людей у нас нет, они просто не задерживаются. В первую очередь пожарный должен думать головой, нужно сохранить свою жизнь и спасти еще пострадавшего. Поэтому сначала думаешь, потом делаешь. С опытом приходит то, что эти два процесса происходят одновременно. В пожарной охране Серпухова трудятся настоящие профессионалы, помощь которых всегда оперативна и своевременно. И главное пожелание им – сухих рукавов. Бензопилу, домашнюю консервацию и вещи первой необходимости передали сегодня Серпуховичи бойцам СВО. Инструмент приобрели на средства членов СНТ «Заря». Встреча прошла в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Боец Максим сейчас находится дома в отпуске. В Центре поддержки участников СВО и их семей для него приготовили гуманитарную помощь. Неравнодушные Серпуховичи из СНТ «Заря» приобрели для бойца бензопилу. Уже через несколько дней военнослужащий повезет за ленточку новую партию гуманитарной помощи. Бензопилу очень важны, потому что часто бывают переезды, стройки этих бензопилей. То есть ручной головы, все долго. И эта помощь очень важна. Все то, что привозят из дома, это очень приятно. И все это с удовольствием все съедают. Потому что то, что в основном, это и есть в основном. То есть питаться можно, но то, что из дома, это с душой. И все это намного вкуснее. Все началось с маленькой просьбы участников СВО. Бойцы попросили соленые огурцы. Серпуховичи сразу откликнулись. И жители садового некоммерческого товарищества «Заря» собрали на передовую домашнюю консервацию. И следом же мне пошло, чем мы можем помочь еще, помимо соленых огурцов. Вот это все время, это и шла волна добра, что ли, такого, что мы можем, хоть вот вроде и зарплаты маленькие, но мы можем чем-то помочь ребятам нашим. Просто нашим ребятам. У нас и пенсионеры, и все. Но каждый, никто, просто отозвались все. Бензопила, масло и необходимые комплектующие для нее были приобретены. А кроме того, нашлись и огурцы, без которых не сварить рассольника. Я все сама растила, все сама солила. Вот, у меня муж очень хороший, все помогал мне. Сухарики отвез, белые, черные. Сухофрукты у меня были, я сама насушила свои. Чтобы мальчики ощущали, что наша помощь, нашу доброту, наше участие к ним, что мы о них помним и очень-очень ждем живыми. Сегодня на встрече чествовали и волонтеров, которые оказывают помощь бойцам СВО. Валентин Карельский в августе прошлого года подарил ребятам свою «Волгу». А недавно получил от них видео автомобиля. Всем привет, огромное спасибо за машину. Машина сухор в работе. На ЛБС мы не ездим, но получить там топливо и так далее, за водой, за продуктами поехать, получить. Ну, она реально помогает. По смертным делам ездим. Огромное спасибо. Прошу, если у жителей нашего города есть такие машины, тоже передали их, так как эти машины, они еще послужат, и они востребованы участниками СВО. Уже в эти выходные очередная машина с гуманитарным грузом отправится из Серпухова в зону СВО с подарками и необходимыми вещами для ребят. Ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны и принять участие в соревнованиях по стрельбе и физической подготовке. В Серпуховском филиале военной академии РВСН имени Петра Великого прошла военно-спортивная игра «Зарница». Свои способности в эстафете продемонстрировали учащийся школ. С трибуны приветствуют участников «Зарницы 2.0» генерал-майор Михаил Баитов и начальник комитета по образованию администрации городского округа Оксана Евдокимова. «Уверен, что все вы покажете достойный высокий результат. Найдете здесь новых друзей. Ну и, конечно же, желаю вам успеха в соревнованиях». Желаю всей души, всех, всех вам успехов в соревнованиях. Победы. И в будущем мы надеемся, что каждый из вас будет патриотом нашей страны. Удачи! Традиционно из года в год на территории филиала академии РВСН имени Петра Великого проходит военно-спортивная игра «Зарница». На этот раз она приурочена к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Проводим мы ее уже не первый год, но в этом году у нас есть небольшое нововведение. Впервые в этом году мы выходим на региональный этап. До этого мы проводили только муниципальный, и выхода на регион у нас не было. Проводим мы эту игру совместно с движением первых». Региональный этап соревнований пройдет через месяц, а пока у ребят впереди сложные испытания. После того, как прозвучал гимн России, а участники команд возложили цветы к вечному огню в память о погибших воинах-освободителях, на плацу института все отряды продемонстрировали свою строевую подготовку. Организаторы приготовили для ребят интересную и насыщенную программу. Школьникам предстояло не только показать свои знания в военном деле и истории, но и пройти через сложные физические испытания, научиться работать в команде. «С южной стороны был большой ров. Шестиклассница Карина Зарубина в Зарнице принимает участие уже второй раз. Девочка всегда готовится к соревнованиям и с нетерпением ждет начала игры». «В эту Зарнице добавились другие задания. И больше всего мне нравится стрельба. Это огневой рубеж, на котором я хорошо справляюсь». Школьники во время соревнований прошли 15 этапов. Некоторые ребята справились с этими заданиями очень быстро. Спортивная и строевая подготовка, оказание первой медицинской помощи – уже эти знания понадобятся ребятам и в быту. И, конечно, полоса препятствий. «Залазим в окошечко. Большое окошечко. Маленькое не лезьте, застрянем. Следующее. Разворачиваемся и до финиша. Здесь у нас командная работа. Можно помогать друг другу. Если кто-то застрял, протолкните. Если кто-то упал, помогите. Это ваша команда». Ребята с азартом и желанием выполняли задания. Впервые в этом году приняли участие школьники из Протвино и Пущино. «Внимание! В неполной разборке. Сборке автомата. Приступить!» Занятия в военно-патриотическом движении «Юнармия» не прошли даром. Шестиклассник Юрий Хундряков из Пущинской гимназии настроен на победу. Со сборкой автомата справляется за считанные секунды. «Все очень круто. Боевой настрой. Военная часть очень воодушевляет. Все очень нравится. Мы попробовали кидать гранаты, надевать противогаз. Приходить полосу препятствий и бинтовать». Команд на этот раз было 22. По 10 человек в каждой. 5 мальчиков, 5 девочек. Возраст участников – 11-13 лет. Юные патриоты получили полезный опыт, показали слаженную командную работу, смекалку, ловкость и хорошие знания. Апрель – месяц чистоты благоустройства, а субботники – добрая традиция, объединяющая целые коллективы. Присоединились к уборке улиц и сотрудники одного из предприятий Серпухова и привели в порядок прилегающую к заводу территорию индустриального парка. Сотрудники индустриального парка ежегодно весной и осенью выходят на субботники и обязательно приводят в порядок мемориал героям-мотозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Убирают мусор, ремонтируют и красят ограждения, моют плиты постамента, проводят опил сухостоя и чистят газоны и клумбы. Сегодня у нас организован субботник. Прежде всего он связан с уборкой внешней территории завода. На нашем содержании памятник воину-освободителю, посвященный участникам мотозаводцев в Великой Отечественной войне. Его мы сегодня приводим в порядок и готовим. 9 мая проводятся также уборочные работы и внутри территории площадки. Там большей частью работают наши коллеги-арендаторы, которые работают на нашей площадке. Работа определённая и намечена. И на следующей неделе будем приводить в порядок как нашу территорию, так и территорию нашего города. В субботу, 27 апреля, пройдёт общеобластной субботник и День добрых дел. Все желающие смогут выйти на уборку общественных территорий, а школьники вместо уроков смогут помочь взрослым привести в порядок памятники и мемориалы, высадить деревья, покрасить скамейки и сделать другие добрые дела. Исправить зрение за 10 минут – это возможно. Процедура лазерной коррекции безболезненная и эффективная. В этом убеждаются пациенты клиники микрохирургии глаза, которая расположена в Серпухове на улице Луначарского. Итак, очередная история про зрение и возвращение в мир ярких красок. Так выглядит стандартный приём и осмотр после проведения лазерной коррекции. Степана вернули стопроцентное зрение пять дней назад. Видит всё в мелких деталях, читает каждую строчку. Результатом доволен максимально. Проблемы со зрением у молодого человека начались пять лет назад. Особенно дискомфортно стало за рулём в сумерки и вечернее время. Не различал дорожные знаки, но на лазерную коррекцию решился только сейчас. Слишком много было опасений. Правда, теперь понимает, что все они были безосновательны. Настояли родственники, по большей части, наверное. Я сопротивлялся некоторое время, но уже просто в темноте я очень плохо видел. Вечерами очки приобрёл год назад. На днях Степану исполнится 26. Свой день рождения он встретит, будучи другим человеком. Вместе со зрением вернулась уверенность в себе. Очень всё круто прошло. Меня тут приняли добродушно очень, коллектив хороший. Сейчас за рулём очень уверенно езжу, да. И в тёмное время, ну, светлое, само собой, вообще проблем никаких не возникает. Ну и сейчас и в ночное время. Всё вижу, все знаки всех пешеходов, что очень важно, вижу. Сейчас зрение у него единица точно двумя глазами, 120%. Процедура лазерной коррекции длится всего 10-15 минут. Быстро и безболезненно под местной капельной анестезией. Бывает, что через 20 минут после коррекции появляется слезотечение и ощущение соринки в глазу. Но эти ощущения терпимы и обычно проходят в течение нескольких часов. Суть самой процедуры заключается в применении лазера. Луч направляют на глазную роговицу, вследствие чего она меняет свою форму, оптические свойства. А у сетчатки появляется возможность правильно фокусировать изображение. Таким образом происходит процесс улучшения зрения. В клинике микрохирургии глаза такие операции проводятся еженедельно. Так же, как и по замене хрусталиков при катаракте. В общем, здесь каждый день можно встретить счастливых пациентов, которым вернули зрение. Операции делаем мы все. Весь спектр офтернологических услуг. Сейчас вводим гератопластику, то есть мы будем роговицы оперировать. Это операция, которая применяется при заболеваниях, помутнениях роговицы, при кератоконусах, как сквозная кератопластика. То есть часть роговицы меняется на специальный материал, который заготавливается в Айлабе в Москве. И либо послойная, то есть можно делать заднюю часть роговицы, пересадить при дистрофиях роговицы. Либо заднюю часть с небольшим количеством тканей. Ну, соответственно, для каждого вида кератопластики есть свои показания. Но расширяем спектр заболеваний, которые мы лечим здесь. То есть на сегодняшний день, мне кажется, это последнее, что осталось в офтермологии, чего мы тут не делали до сих пор. Кератопластика выполняется в режиме одного дня под местной анестезией. После операции и осмотра врача пациент возвращается домой. Видеть начинает сразу же. Пересадка роговицы останавливает прогрессирование патологических процессов, восстанавливает зрение, улучшает внешний вид глаза. Для проведения кератопластики требуется высокоточное оборудование и золотые руки хирурга-офтальмолога. Все это есть в клинике микрохирургии глаза в Серпухове. Специалисты клиники обладают современными методиками диагностики и лечения глазных заболеваний. Помогают пациентам даже в самых сложных случаях. В Серпухове прошел муниципальный этап соревнований школы безопасности. Учащиеся из 19 общеобразовательных учреждений показывали свои навыки в пожарной эстафете и в прохождении маршрута выживания. О том, кто прошел этапы лучше всех, расскажем в нашем сюжете. Штаны, куртка, ремень, каска и краги. 20 секунд для того, чтобы надеть боевую одежду и закрепить снаряжение. Ошибиться нельзя. В боевых условиях скорость реагирования играет важную роль. Каждая секунда может стоить чьей-то жизни. Пожар локализован, ребята уложились в норматив. Соревнования школы безопасности – это только игра. Так учащиеся образовательных учреждений получают практические навыки в вопросах личной и общественной безопасности. А после прохождения этапов они будут знать, как вести себя в экстремальных ситуациях и сколько сил надо для этого приложить. Сейчас у нас проходит муниципальный этап соревнований школы безопасности. Этапы мы подготовили для детей от 12 до 17 лет, включительно. Это пожарные эстафеты, где мы сейчас находимся, и также маршрут выживания. Маршрут выживания у нас состоит из технических этапов и спортивного туризма. Это подъем с жумаром, бревно и параллельные перила, а также контрольные пункты, которые нужно искать в лесу по карте. За правильным и безопасным прохождением этапов следят опытные судьи – воспитанники подросткового туристского клуба «Путник». Ребята не первый год проводят соревнования. У них большой опыт. Они постоянно отправляются в походы, испытывают себя на силу и стойкость. А здесь, на школе безопасности, они показывают пример, как надо быстро и грамотно проходить все этапы. 80 участников из 19 общеобразовательных учреждений. Уровень подготовки у всех примерно одинаковый. Но победителя только два – в разных возрастных категориях. По итогам соревнований первое место в младшей группе занимает Дашковская школа, а в старшей – школа номер 6. Победителям грамоты комитета по образованию и, конечно же, проход в областной этап соревнований. Спортсменки Серпухова будут представлять Россию на первенстве мира по Муэйтай в Таиланде. Воспитанницы спортивной школы «Зубрёнок» завоевали на первенстве России по тайскому боксу сразу пять медалей. Золото у Яны Ерёмины и Василисы Киселёвой. Яна также получила награду «Лучшая спортсменка среди девушек 14-15 лет». Турнир по Муэйтай в селе Покровском Московской области собрал порядка тысячи участников из 60 регионов страны. По итогам соревнований, несмотря на высокую конкуренцию, именно наши серпуховички отправятся в конце августа на родину Муэйтай в Таиланд, представлять Россию на первенстве мира. Спортсменок тренирует президент Федерации тайского бокса городского округа серпухов Дельшот Мирзоев. На сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Напоминаю, что вся актуальная, свежая информация есть и в наших социальных сетях. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!